Активисты молодой гвардии «Единой России» организовали квиз в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда. В игре принимали участие школьники и студенты. За командными состязаниями следила Анастасия Кладинова. Восемь команд из разных муниципалитетов приняли участие в викторине, посвященной 80-летию снятия блокады Ленинграда. Собралось около 50 участников. Активисты молодой гвардии неспроста выбрали именно такой вид командных состязаний. Организовали мы квиз, потому что во время игры это все запоминается лучше. То есть мы обязаны знать нашу историю и таким образом мы закрепляем среди нашего молодого поколения эту информацию. Всего 30 вопросов, по 4 варианта ответа и одна минута на обсуждение. Команда «Отряд журавлей» приехала из котельников. Для участников «История» – любимый предмет. И ответы им давались легко. Положительно относимся к истории, чтим, помним ее и считаем, что нужно ее защищать от всяких искажений. Большинство вопросов такого школьного характера, что-то можно на логику какую-то догадаться, что если тогда-то началось, значит примерно тогда-то закончилось. Так не сказал бы, что вопросы сложные. Несколько команд представляли городской округ Люберцы. Одна из них из школы номер 21. В исторической игре первопроходцы боролись только за победу. У нас класс довольно очень любит историю. И особенно на уроках с нашей классной руководительницей она очень часто поднимает тему в целом истории блокадного Ленинграда. И нам было интересно поучаствовать. И вот наша классная руководительница нас сюда привела. Победила команда «Легион» из школы номер 10 городского округа Люберцы. Давайте поклоним еще раз нашим победителям. Активисты «Молодой гвардии» планируют организовывать больше игр по истории России. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.